Если ты еще раз идешь сюда, эту девку, подали до медицинской сестры, я выгоню не только ее, но и тебя. Стальной характер, крепкие нервы – все это мощный образ Филумена Мартурана. От своего возлюбленного она терпит предательство от других женщин. И уже четверть века ждет предложение руки и сердца. А священник приходи. И узаконил наши отношения. И знаешь, мне сразу стало легче. А если больных вдоль и больше нет, то зачем нам, мельсестра? И он никогда ее не признавал своей женой. Она все ждет, что он ей сделает предложение, чтобы узаконить их брак. Но этого не происходит. Более того, он приводит в дом молодую любовницу, которая хочет завладеть всем. Как бы прийти на готовенькое. И она, собственно, поступает хитро. Она его на себе женит на смертном одре. Доминика Сориана жениться не согласен. И дело идет к разрыву. Но Филумена раскрывает свой главный секрет – своих сыновей. Совсем забыли. Один из них – твой сын. Так, ну-ка, стоять! Стоять, я сказал! Один из трех – твой. Узнав всю правду, герой комедии не может отказаться от женщины с детьми. И ему просто приходится узаконить их брак, чтобы стать примерным семьянином. Наша семья создалась слишком поздно. Значит, такова наша судьба. И грех нам рождать. Я клянусь вам, дети мои, что ни один из вас не почувствует, что его любят меньше, чем другого. Многое происходит в мире, что нас заставляет волноваться, что нас заставляет, нагнетает какую-то обстановку. Мысли совершенно разные. Хочется вернуться к каким-то ценностям высоким, подумать о душе, о семье, о любви. Это, безусловно, тут много любви и к детям. Постановка на грани комедии и трагедии о семейных скелетах в шкафу произвела фурор и завершилась хэппи-эндом. По традиции невеста бросает свой свадебный букет в зрительный зал.